Да, ребята, я тоже всё-таки вам хочу похвастаться, потому что я уверена, что это, наверное, важно для многих людей. И, возможно, наш канал «Автополстар» уже смотрят очень многие люди, и, возможно, этот эфир посмотрят именно те люди. И если это будет особенно в рождественскую ночь, это будет просто чудесно. Я хочу, наверное, всё-таки похвастаться. Я вам уже говорила про разные заболевания, которых не существует, почему они есть у нас, почему их нет. Но всё же я хотела бы ещё раз вам проговорить. То есть у меня есть уже очень хороший друг. Я не могу его сказать, что это мой клиент. Это уже далеко не клиент, это уже далеко не тот человек, с которым я просто работаю. Это уже стал действительно друг. Он живёт в Португалии на сегодняшний день, и у него уже много-много лет ВИЧ. И я вам как-то говорила, что мы с ним зашли сначала на 5 дней сухих, то есть у него сначала не было сухих, мы с ним зашли на 5 дней сухих. В эти 5 дней мы с ним очень много и очень ежедневно работали именно с головой, прорабатывая голову, вытаскивая всё, для чего ему эта болезнь, какие он ищет бонусы в этой болезни. И очень так достаточно глубоко прорабатывали. За эти 5 дней, 5, всего лишь 5 дней. И когда он пришёл, сдал анализы, у него показало, ещё до этого 2 года у него были анализы, только в минус шли. Он перестал пить таблетки, и они у него просто вот понакатаны в минус, 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 и хуже, хуже, и хуже. И когда он после 5 дней пришёл сдать анализы, то врач сказал, у вас есть незначительные, но улучшения. Я, конечно же, обрадовалась, но так как мы все себя знаем, то и он в том числе отреагировал на это так, что а вдруг это совпадение, а вдруг это не про это, а вдруг это там что-то ещё сработало. Но здесь я была бессильна, как бы, я говорю, ну надо только методом тыка проверять опять. И у него произошло такое достаточно сильное обнуление, когда он говорит, мне ничего не нужно, никакой автономии, никаких голоданий, еда – это вообще единственное, от чего я получаю радость, поэтому никто меня не трогает, и вот я пошёл в свою еду. Но я спокойно, конечно же, это приняла, потому что человеку нужно и этот момент тоже пережить самостоятельно в своих каких-то грёзах, в своих думках, и не стало его пока тревожить. И через какое-то время он мне скидывает СМС, что он в депрессии в огромной, только вышел от врача, врач ему дал два месяца жизни, сказал, что уже необратимые процессы, которые, ну, уже несовместимы с жизнью, выписал, конечно же, ему лекарства, сказал, что не факт, что они помогут, конечно. И говорит, вот мне вроде как, что мне теперь делать? Я говорю, идти на автономию. Он говорит, а зачем? А вдруг не поможет? Я говорю, ну тебе какая разница? Тебе два месяца дали жизни, два месяца. Всё. Какая разница, как ты их проведёшь? Либо сработает, либо не сработает. Ну, давай будем пробовать. И в результате он зашёл на 21 день. И после того, как он зашёл на 21 день, я сразу же Риме, конечно же, сбросила, похвасталась. Он как только вышел от врача, скинул мне СМС, у него значительные улучшения. Врач сказала, что не понимает, в чём дело. Она говорит, вот видишь, как работают таблетки. Причём она как бы дала понять, что даже от таблеток она не ожидала такую реакцию. И вплоть до того, что она ему сказала, что посещение сейчас будет только раз в два месяца. То есть ни о какой смерти уже речи не шло. И человек идёт на значительные улучшения. И после этого он уже не мог это не принять. И на сегодняшний день мы с ним договорились, что, наверное, 9-го числа он уже заходит как минимум на 40 дней. И после 9-го числа, как он только будет заходить, мы будем делать с ним прямые эфиры. Он будет рассказывать пошагово, как он себя чувствует. Потому что он самый обычный человек, который не чувствует после пяти дней сухих, как многие рассказывают, эти бабочки, вот эта всеобщая любовь. У него нет этого. Он самый обычный, самый простой человек, который просто идёт на исцеление самого себя. И это, наверное, очень важно. И это ещё одно из доказательств, что мы идём правильным путём. А у меня бабочки. Олесь, ты умничка. Просто не у всех, видимо, так, к сожалению. Да это здорово, что у тебя есть. Вот, поэтому мы будем делать с ним прямые эфиры. И, возможно, они пока будут только в закрытом клубе. Пока он не готов выходить, возможно, на большую публику. Вот, поэтому присоединяйтесь, смотрите, следите. И после 9-го января, когда начинается марафон в закрытом клубе, Миша там будет, мы там будем проводить ещё и с Мишей эфиры. Он будет выходить туда, будет рассказывать, какие у него состояния. И он идёт, ну, я так полагаю, что минимум на 21 день, а, возможно, на 40, потом небольшой перерыв сделаем и уже в автономию. Поэтому всем, ребят, всем здоровья, которое есть в вас самих, откройте его. Не ищите какие-то свои бонусы, какие-то свои плюшки искусственные, в искусственных болезнях. У вас нет болезни, вы абсолютно счастливый, здоровый человек. Научитесь жить счастливо, научитесь жить и кайфовать от самого себя. Не от каких-то процессов, которые не привязаны к вам, а просто от того, что вы есть. А если у вас это не всегда получается, то есть как минимум мы с Римой, да, которые вас с огромным удовольствием приведут в это благостное состояние. Потому что мы обожаем, когда вокруг нас, я очень люблю, когда вокруг меня собираются счастливые люди. Я с огромным удовольствием раскрываю, что есть вас. А вы – это целый космос. Спасибо вам, ребят.